Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити-17! Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь, в Цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в Сити-17! Добро пожаловать в Алматы-2020, друзья! И сегодня я бы хотел обсудить пару важных тем. Речь пойдет о, казалось бы, мелочах, но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Или в мелочах в нашем случае. Маски. Вроде мелочь, да? Но все на этой мелочи хотят навариться и успешно навариваются. Считай, навариваются на бедных ближних. Но можно подумать, стоили 20 сеньги, стали стоить в 10 раз больше. Ну и что? Казалось бы. На самом деле, это проблема и проблема серьезная, потому что она изобличает непропадимую жадность и глупость всех ступеней власти. Начнем с того, что этих масок просто нет в наличии. Я обошел пяток аптек, везде красовалась надпись «Масок нет». И нашел я маски, где вы думали, в продовольственном магазине. Масок нет, везде красовалась надпись «Масок нет». Чистый. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот прям дальше. Там вышла продавщица из туалета, отслюнявила. Тьфу. Буквально мне маски, сказав, что она только из туалета и руки у нее чистые. Спасибо ей за это огромное. Не зря говорят, простота хуже воровства. Я не могу зайти в аптеку без маски, чтобы купить ту самую маску, которой там все равно нет. Пошли уже мемы даже, что первую маску надо добыть в частной схватке на улице. В первые дни, когда цоны работали, выходящие из цона отдавали свои БВ маски входящим. Создаешься волей-неволей вопросом, сколько людей заразилось из-за этого. Из-за тупости при исполнении постановлений. Очереди в супермаркетах, которые образовались из-за того, что спонтанно объявили там о каких-то новых ограничениях. Сколько людей из-за этого заразилось дополнительно. Я постоянно читаю в новостях, что в какие-то фонды было собрано много миллиардов на борьбу с коронавирусом. Но я не вижу элементарное, чтобы решили проблему с масками. Власти создают требования, которые не то, что не решают ситуации, а еще усугубляют ее. Теперь случай из области. На тот момент там постановления о ношении масок еще не было. Человек пришел в продовольственный магазин купить продуктов питания. Но ему отказывали в обслуживании, потому что он был без маски. Его не попросили освободить помещение. Нет, его просто отказывались обслуживать, незаконно заставляя нервничать. Вот представим, что этот человек был бы болен. Например, помогли бы подобные действия для того, чтобы избежать распространения болезни. Скольких он заразит, покуда будет с ними выяснять отношения. Идиотизм исполнителей всяких выдуманных постановлений зачастую превышает чиновичу гениальность и продуманность. при вынесении этих самых постановлений. В гонке за первенство по гениальности они идут ноздря в ноздрю, абсолютно не пытаясь прогнозировать свои действия. И теперь самое главное. Давать наживаться спекулянтам в режиме ЧП на таких вещах, это все равно, что спекулировать боеприпасами в период боевых действий и защиты Родины. Но я лично уже ничему не удивлюсь. В области попросили Акима района объяснить ситуацию администрации магазина, которые человека отказывались обслуживать. Они покивали гривой виновата, но уверен, абсолютно ничего не поняли. У нас две проблемы. Одна проблема – это те, кто принимает свои кипостановления. Другая – это те, кто следит за их исполнением. Одни не прогнозируют результатов того, что они там напридумывали. Вторые – либо не исполняют совсем, либо исполняют сперегивами от души, так злоупотребляя. Всем еще раз добро пожаловать в Алматы 2020. Наши радио свободны в каналах Инстаграма и общают круглосуточно. Если вы были очевидцем событий, когда сотрудники тех или иных служб превышают свои полномочия, прислайте нам видео в Даре, в Фейсбук или в Телеграм-чат. Все ссылки вы найдете в описании. Субтитры сделал DimaTorzok